Прежде всего, мне пришлось, разумеется, поблаговеть перед Петербургом. Город узнать нельзя. Похорошел, обстроился, провел рельсы по улицам. А либерализм так и ходит волнами, как море. Страшно даже, как бы он всего не захлестнул, как бы им люди не захлебнулись. Государь в столице, а на дрожках ездят писаря, в фуражках ходят офицеры. У дверей ресторанов столики выставили, кучера на козлах трубки курят. Умопомрачение, что за вольности. Офицеры не колотят приказных ни на улице, ни в трактирах, да и приказных что-то не видно. Где бы это они все подевались, спрашиваю у старого знакомого. А их, отвечает, сократили. Теперь у нас все благоразумная экономия. Служба эта не богадельна. Ну что ж, прекрасно говорю. Пусть себе за другой труд берутся. Посетил старого товарища гусара. Нынче директором департамента служит. Живет таким барином, что даже и независливый человек, пожалуй, позавидовал бы. Верно говорю, хорошее жалование получаете? Да нет, какое же, отвечает жалование. У нас оклады небольшие. Все экономию загоняют. Квартира вот, да и то не из лучших. Я дальше и расспрашивать не стал. Верно думаю, братец, ты мой взятки берешь. И, встретившись с другим знакомым, выразил ему на этот счет подозрение. Но знакомый только яростно расхохотался. Этак ты, пожалуй, заподозришь, говорит, что я взятки беру. А ты сколько, спрашиваю, получаешь жалования? Да у нас оклады, отвечает, небольшие. Я всего около двух тысяч имею жалований. А живешь, мол, чудесно и лошадей держишь? Да ведь, друг мой, на то, рассказывает, у нас есть суммы. К двум тысячам жалования я имею три добавочных. Да к ним тысячу двести, да две тысячи прибавочных, да к ним тысяча четыреста. Да награды, да на экипаж. И он, стало быть, говорит, точно так же. Конечно, он еще более. Ему, кроме добавочных и прибавочных, дают и на дачу, и на поездку за границу. И на воспитание детей. Да в прошедшем году он дочь выдавал замуж. Выдали на дочь и на похороны отца. И он, и его брат оба выпросили. Зачем же ему брать взятки? Да ему их и не дадут. Отчего же любопытствую не дадут? Он место влиятельное занимает? Так что ж такое, что место занимается? Но он ведь службой не занимается. Вот тебе и раз. Это ж почему не занимается? Да некогда, милый друг. У нас нынче своей службой почти никто не занимается. Мы все нынче завалены сторонными занятиями. Каждый сидит в двадцати комитетах по разным вопросам, а тут благотворительствовать. Мы ведь нынче всем благотворим. Да. Благотворим и сами, и жены наши все этим заняты. И не нам некогда служить, не женам нашим некогда хозяйничать. Просто беда от благотворения. А кто в военных чинах, так стараются быть на разводах, на парадах, на церемониях. Вечный кипяток, я тебе скажу. Это, пытаю, зачем же на церемонии-то ездить? Разве этого требуют? Нет, не требуют. Но ведь хочется же на виду быть. Это доходит нынче даже до цинизма. Да и нельзя иначе. Иначе ты закиснешь. А между тем, за всем за этим своей службой заниматься некогда. Вот видишь у меня шестнадцать разных книг. Все это казначейские книги по разным ученым и благотворительным обществам. Выбирают в казначении, но я иду, служу. Все дело-то на грош, а его нужно вписать, записать, перечесть, выписать в расходы. Все сам веду. А ты зачем, говорю, на это дело? Какого-нибудь писаря не пройнамешь. Нельзя, голубчик, отвечает. У нас по всем этим делам начальствуют барыни. Народ, за самым небольшим исключением, самый пустой и бестолковый, но требовательный. А от них, брат, подчас много зависит при случае. Ведь из того мы все этих обществ и держимся. У нас нынче все по обществам. Даже и попы, и архиереи есть. Нынче это прежние протекции очень с успехом заменяет, а иным даже немало и прямые выгоды приносит. Какие ж прямые выгоды тут возможны? Возможны, мой друг. Знаешь, пословицу. И поп от алтаря питается. Но из благотворителей тоже есть такие. Вон, недавно одна я такая на женскую гимназию собирала. Да весь сбор ошибкой в кармане увезла. Зачем же вы не смотрите за этим? Смотрим, да как ты усмотришь. От школы ее отогнали. Она кинулась на колокола собирать. Колокола вышли тоже не звонки. Следим, любезный друг. Но деятельность осталась уж очень обширна. А на службе писарки работают? Ну нет, там есть этакие крысы бескарьерные. Они незаметные. Но есть. А ты вот что. Если хочешь быть по-старому, по-гусарски приятелем, запиши, сделай милость что-нибудь. На что записать? Да вот на что хочешь. В этой книге на общество снабжения книгами безграмотного народа. В этой на комитет для возбуждения вопросов. В этой на комитет по устройству комитетов. Вот здесь комитет для обсуждения бесполезности некоторых обществ. А вот там на подачу религиозного утешения недостаточным и бедствующим. Вообще все добрые дела. Запиши на что хочешь, хоть пять, хоть десять рублей. Эх, деньги-то, подумал я про себя. Как у вас ныне при экономии дешево. Однако записал десять рублей на комитет для обсуждения бесполезности некоторых обществ. Что ж, в самом деле это учреждение нужно. Благодарю, говорит, вставая мой приятель. Мне пора в комитет, а если хочешь повидаться в четверг в два часа тридцать пять минут. Я свободен. Но и то, впрочем, в это время мы должны поговорить, о чем мы будем разговаривать в заседании. А в три четверти третьего у меня собирается уже и самое заседание. Ну, думаю себе, это какие пучи деятельности, нигде ни в какой стране, на обоих полушариях нет. В целую неделю человек один только раз имеет десять минут свободного времени. Да выходит, что и тех нет. Нет, уж этого приятеля бог с ним лучше не беспокоить. А когда же, ты спрашиваю его совсем уж на пороге, когда же ты что-нибудь читаешь? Когда нам читать, говорит, мы ничего не читаем. Ну, чтоб хоть немножко освежить себя после работы. Какое там освежение, отвечает. В литературе идет только одно бездарное науськивание на немцев да на поляков. У нас совсем перевелись хорошие писатели. Прощай же, говорю, голубчик, и с тем ушел. Экономия и недосуги этих господ, признаюсь, меня жестоко покоробили. Но думаю, может, это только в чиновничестве загостилось старое кривление на новый лад. Дай-ка заверну в другие углы, поглазею на литературу. За что так на нее жалуются? Глава сорок шестая. Пока неделю, какую придется еще пробыть в Петербурге, буду читать. В самом деле, за границей всего одну или две газетки видел, а тут их вон сколько. Ведь что-нибудь в них написано? Накупил. Боже мой! Один день почитал, другой почитал. Вижу, страшно. Это человеческий смысл свой, надо поопасаться. Другое бы дело, может, интересно с кем-нибудь из спишущих лично познакомиться. Обращаюсь с такой просьбой к одному товарищу. Познакомьте, говорю, меня с кем-нибудь. Но тот при первых моих словах кислую гримасу состроил. Не стоит, говорит, Боже, вас сохрани. Не советую. Особенно если вы человек не здешний, так это даже и небезопасно. Какая, возражаю, возможна опасность? Да денег попросят. Им ведь ни добавочных, ни прибавочных не дают. Они и кучатся. Ну. Ну, отдал, пропало. Потому что абсолютной честности это не мешает. А не дашь в какой-нибудь газете отхлещут. Это тоже абсолютной честности не мешает. Мне лучше советую беречься. Было бы, говорю, еще за что и отхлестать. Ну, у нас на этот счет просто. Вот-то вы сегодня, при мне, нанимали себе в деревню Лакея. И он вам, по вашему выражению, не понравился. А завтра можно напечатать, что вы смотрите на наем себе Лакея с другой точки зрения. И добиваетесь, чтобы он вам нравился. Нет. Оставьте их лучше в покое. С ними у нас порядочные люди нынче не знакомятся. Я задумался и говорю, что хоть только для курьеза желал бы кого-нибудь из них видеть, чтобы понять, что в них за закал. Ах, оставьте, пожалуйста. Да они все давно сами друг про друга все высказали. Больше знать про них неинтересно. Однако живут они, не топятся и не стреляются. Да с чего им топиться? Бронят их, ругают. Да что такое брань? Что это за тяжкая напасть? Про иного дела скажут. А он сам на десятерых наврет еще худшего. Вот и затушуешься. Ну, напраслина ты ведь может быть опровергнута. Да вот нет. А то есть один раз, конечно, можно опровергнуть. А если на вас во всем правилам осады разом целые батальоны, целые полки на вас сдвинут, ящик Пандоры со всякими скверностями на вас опрокинут, так от всех уж не отлаешься. Макеавелли недаром говорил. Лги, лги и лги. Что-нибудь прилипнет и останется. Но зато, говорю, в таких занятиях сам портишься. Небольшая в том и потеря. Уголь сажаю не может замараться. Уважение всех честных людей теряется. Очень оно им нужно. Да и сам теряешь возможность к усовершенствованию себя и воспитанию. Дополните, говорит, пожалуйста. Кто в России о таких пустяках заботится? У нас не тем концом нос пришит, чтобы думать о самосовершенствовании или о суде потомства. И точно, сколько я потом не приглядывался, действительно нос у нас не тем концом пришит и не туда его тянет. Глава 47. Ходил в театр. Давали пьесу, в которой показано народное недоверие к тому, что новая правда воцаряется. Одно действующее лицо говорит, что пока в лежащих над него и каменных сфинксах живое сердце не встрепенется, до тех пор все будет только для одного вида. Автора жесточайше изругали за эту пьесу, спрашивал сведущих людей, за что же он изруган, за то, что правды не говорил, отвечают. Какая дивная литература с ложью в идеале. Познакомился, наконец, случайно в клубе художников с одним поэтом и, возмущенный тем, что слышал, поговорил с ним о правде и честности. Поэт того же мнения, что правда не годится, и даже разъяснял мне, почему правды в литературе говорить не следует. Это будто бы потому, что правда есть меч обоюдоострый. И ей подчас может пользоваться и правительство. Честность, говорит, можно признавать только абсолютную, которую может иметь и вор, и фальшивомонетчик. Дальше я не захотел речи вести об этом. За правду, за человека страшно. Опрашивал только уж о самых практических вещах. Вот, говорю, к удивлению моему, вижу у вас под одним изданием подписывается редактор Колотузов. Меня это очень интересует. Я знал одного в гимназии. Этот очень плохо перебивает меня поэт. Безнадежно плохо. Скажите, Бога ради, говорю, но все-таки верно, плохо и не тот. Этот, например, как забрал себе в голову, что в Англии была королева Лисовета, а нынче королева Виктория, так и твердит, что в Англии женщинам лучше, потому что там королевы царствуют. Сотрудники хотели его в этом разуверить, не дается. Вы, говорит, меня подводите на смех. А абсолютная честность есть. Как же, говорю, его редакторам сделали? А что ж такое? Для утверждения, в редакторстве у нас ведь пока в губернском правлении не свидетельствуют. Да и что такое редактор? Редакторы есть всякие. Берем, батюшка, в этом примеры с наших заатлантических братьей. А впрочем, и прекрасно. Весь вопрос в абсолютной честности. Она литературу убивает. Но зато злобу и затмение в умах растит и множит. Есть же, однако, полагаю, между ними люди, для которых дорога не одна абсолютная честность. Как же, непременно есть, вот далеко ходить не надо. Видите, за тем столом сидит. Это известный православист. Он меня на днях как-то встречает и говорит, что ж вы, батюшка, нам ничего не даете. Удивляюсь, отвечаю, что вы меня об этом спрашиваете. А что такое? Да ведь вы меня, говорю, в своем издании ругаете. Удивляется, когда? Да постоянно, говорю. Ну, извините, пожалуйста. Да вы что ж, не читали? Ну вот стану, говорит я, этим навозом заниматься. Я все с бумагами. Сильно было порастроился. Теперь биржей поглощен. Бог с ними. Это вы изволите говорить, Бог с ними? Нет, это не я, это он. Я Бога не беспокою. Я хотел открыть издание в среднем духе, но никакого содействия нет. Отчего же? Да я по глупости шесть тысяч просил. И отказали. Говорят, нет денег. После узнал, что теперь, чтобы получить что-нибудь, надо миллион просить. Тогда дадут. Думаю, опять пойду. Миллион? Нет, миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч. Так с мета выходит. На журнал? Нет, на особое предприятие. Поэт встал, зевнул и протянул мне руку, добавив, на одно предприятие, обещающее впереди миллиард в тумане. Что ж, спрашиваю, удерживая его за руку, имеете надежду, что дадут вам эти деньги? Да непременно говорит дадут. У нас все хорошо обставлено. В национальном русском духе. Чухонский граф из Финляндии, два остзейские барона и три жида во главе предприятия. До полторы дюжины поличишек для сплетен. Непременно дадут. Я заплатил за столом деньги, за себя и за поэта, и ушел. Это, кстати, был последний день моего пребывания в Петербурге.